Чтобы поплавать с китовыми акулами на острове Сябана в Филиппино, необходимо попасть в беременную островку. Если ехать от Сёбу-Сити, то это около трех часов на автобусе. Но в моем случае нужно плыть от острова Панглау 2,5-3 часа в большой лодке, а потом еще минут 20 на троицикле. Все сие действия происходят с утра до 12 часов. Приезжать лучше пораньше, пока утром лучше голодным. После 12-ти на кушах туристов они спокойно уплывают в море. За 20 минут побарахтаться с акулами стоит тысячи песен. Маску, трубку и лавку дают в прокате. У меня были свои. Погода мне относительно повезла. Хотя было солнце, но ветрено. И видимость под водой несутер. Кормежка происходит в небольшом заливчике, в метрах 50 от берега. Глубина небольшая, в метрах 5-6. Акули-кормильщики сидят на небольших лодочках и периодически опускают джинами крылья в воду. Акулы плавают рядом, фильтруют все это. Так и питаются. Кормильщикам подводят туристов и выбрасывают их рядышком. Строго-напрога, еще на Бривенберге прийти подплывать глимско-кормильщики. И упаси бог касаться акул. Продолжение суточного штрафа. Продолжение следует... 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 Во время съемки я все боялся получить по голове лыжи от лодки. И так и получил слегка рыбок, а это здоровенный такой бамбук. Тут же плавают товарищи из персонала, развлекая судьи туристов, развлекаемые крюки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Все это работает в частности конвейерах. Одна квартира туристов меняет другую. Одновременно на сцене находится довольный лодок. Посмотрели и обратно, 20 минут релища и 6 часов дороги. А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова